Здравствуйте! К нам обращается гостья с инициалами ХАА. ХАА задает вопрос о своем сыне, о квартире и выборе места жительства. Мы уже на канале неоднократно рассматривали эту ситуацию, но, тем не менее, у мамы с инициалами ХАА есть новые вопросы. Сын родился 12 августа 1985 года в 20 часов 30 минут и 34 секунды. Место его рождения это республика Дагестан. Вопрос, что мы уже одобрили одну квартиру, номерологический номер, который шестерка, но там вид из кухни во двор, а не на природу. И ХАА спрашивает, что важнее, номер или вид. Уважаемая ХАА, но дело в том, что, как бы, важно и то, и другое, но если сравнивать, то, конечно, номер, если уж такой критический выбор между номером и видом, я бы больше акцент сделал на номере. И вот тут еще есть, да, по номерам, изначально я смотрел другие, только не знаю, подходят ли по номерам. Ну, я, наверное, это уже в первом ответе проверял. Нам надо ориентироваться на семерку. Квартира 702, это девятка, и она нумерологически нехороша. 693 тоже самое. Поэтому, когда я рекомендовал 861, дорогая ХАА, то это был мой продуманный выбор. Друзья, вот я понимаю, не всегда мои ответы, они прям такие, которые бы хотелось услышать, и возникает мысль, ну, а вдруг я что-то, ну, как-то невнимательно посмотрел или посчитал, и если еще раз посмотреть и посчитать, то ответ изменится. Но я очень тщательно подхожу к своей работе, и обычно те рекомендации, которые я уже озвучиваю, это, ну, почти как, почти как истина в последней инстанции. Поэтому, уважаемая ХАА, я по-прежнему настаиваю на квартире номер 861 для вашего сына. Что касается этажности, вот вы пишете, что очень хочется, чтобы это был последний этаж. Последний этаж не всегда является предметом цели. Все зависит от конкретной конфигурации дома, и не всегда последний этаж – это то, что жильцам несет положительный результат. Оптимально это, если речь идет не о пентхаусе, то это где-то как раз средние этажи, а не последний этаж – это очень важно. Ну, а сейчас еще ХАА задает вопрос, а вот по поводу, подходит ли сыну для проживания такой город, как Кисловодск Ставропольского края. Давайте сейчас мы это посмотрим и придем к определенному выводу, подходит ли Кисловодск. Там, где расположен Кисловодск, ангуляров ближайших нет, но все-таки линия, которая ближе к Кисловодску, вот Москва и область, тут все хорошо, Меркурий – десцендент. А вот если мы будем обсуждать Кисловодск, то ближайшая линия, она проходит чуть-чуть правее, то есть она где-то на середине между Кисловодском и Владикавказом, там даже две линии, и первая из них – это Уран-асцендент, вторая связана с Хероном, но Уран ближе, и эта линия менее рекомендуется. Так получается, северо-запад относительно места его рождения, так получается, что, да, северо-запад, ну, квадрам такой хороший, но конкретно Кисловодск, вот эта линия, хотя она правее, поэтому, скажем так, по поводу Кисловодска, 50 на 50, то есть однозначно сказать, что плохо я не могу, но и сказать, что очень хорошо для вашего сына Кисловодск, тоже не могу. С квартирами, я надеюсь, мы все выяснили, мое мнение остается неизменным, а в целом у вашего сына сейчас дела развиваются очень неплохо, и по работе, и в личной жизни, и командировке, так что сейчас он проживает хороший период, и я ему искренне, уважаемая Ха-А, просто искренне желаю вашему сыну удачи во всем. К нам обращается наша дорогая Зияш Бажеева, участница практически всех вебинаров и уже без малого дипломированный специалист-астролог международного формата, что доступно всем, кто принимает участие во всех вебинарах, которые периодически я объявляю у нас на канале. Уважаемая Зияш родилась 1 октября 1955 года в 16.45. Место ее рождения это Урджарский район, а Урджарский район, да, это то, что находится в республике Казахстан, конкретно село Бестерек. Зияш пишет, что я бывший преподаватель языкового вуза в Алма-Аты и практический психолог, но это ощущается. Но нет активной практики для монетизации. Так, прошло у вас 8 вебинаров. Да, дорогая Зияш, это факт, что вы, конечно, совершили очень большой путь в астрологии. Надеюсь, что вы его продолжите. Папа был сельским учителем, мама домохозяйка, оба козероги. Я 11-й ребенок в семье, подумать только, 11-й ребенок. Дети умирали не даже в 2-3 лет. Вот после рождения сестры седьмого ребенка сделали обряд. Выкупили ее у старушки за черного барана и в его шкуре февральский буран принесли домой. Этот обряд остановил раннюю смерть детей. Очень интересно. Я проживаю в Алма-Аты, не замужем. У меня есть дочь и племянница, и взяла еще одну племянницу на воспитание. С большим уважением к вашему опыту и знаниям, пишет Зияш. Спасибо огромное, уважаемая Зияш. Все-таки, поскольку вы 11-й ребенок у своих родителей, то я думаю, что вас надо ректифицировать по папе. Его не стало в апреле 74-го года. Это получается, вам было тогда 19 лет. И это можно провести мини-дирекцией десцендента к Плутону. Давайте попробуем. Это для максимально точной секундами ректификации. Если на момент смерти папы вам было даже не 19, а еще 18 лет и 6 месяцев, это 1, 48 и 3. Получается, что так, и тогда точное время вашего рождения запишите, пожалуйста, уважаемая Зияш составляет почти готово, почти-почти готово, 16 часов 45 минут и 36 секунд. Это ректификация по мини-дирекции десцендента к Плутону, а Плутон почти ближайшая планета к Солнцу, а Солнце это, соответственно, ваш папа. Вот такая картинка получается у Зияш. А сейчас нам нужно по просьбе Зияш построить ей соляр. Солнце проживает Зияш в Алма-Ата, ну и, соответственно, соляр мы построим на этот город. Соляр включается 30 сентября на один день раньше календарного дня рождения, ну, как у многих в этом году, потому что год високосный, это нормально. Асцендент в восьмом доме, вот это уже ненормально. Поэтому я бы рекомендовал уважаемой Зияш сместиться на восток относительно Алма-Аты. Уберем асцендент из восьмого. Так, вроде бы остальное все хорошо. Луна пришла на МЦ. Солнце перешло в десятый дом. Главное нам, чтобы география нас не подвела. Надеюсь, что она нас не подведет. Так, но это уже, это Китай нет, а это уже получается, что подвела нас география. Так, это Монголия. Ой, дорогая Зияш, чтобы убрать асцендент из восьмого дома, вот Минусинск, Красноярский край. Я понимаю, что это другая уже страна, то есть это Россия получается. Но я знаю, что поездки наших граждан, ну, Казахстан, Россия, друг к другу, по-моему, не лимитированы, но Минусинска нам, конечно, увы, не хватит, потому что мы еще поднялись вверх. И тогда что получается? Тогда получается Красноярск. Сможете ли вы из Алма-Аты приехать на день? Тоже нет, ай-ай-ай-ай, Зияш, ай. А тут у нас, я не знаю еще, как у вас с Монголией, может быть, граждане Казахстана проще приехать в Монголию, чем в Россию. Я просто не владею вот этим материалом, насколько куда можно поехать, но на всякий случай я составил... Я думаю, что, наверное, все-таки в Монголию граждане Казахстана могут приезжать свободно. Надеюсь, что так. И могу сказать, что на... Я составил соляр на Улан-Батор, и соляр на Улан-Батор... Вот я сейчас проверяю информацию, то, что нам очень важно. Посмотреть. Про Монголию проверяю информацию, и сейчас будет ответ. Надеюсь, что ответ будет положительный. Уважаемый Азияш, да, въезд в Монголию для граждан Казахстана является безвизовым на срок до 90 дней. Прекрасно. Дорогая Азияш, запишите, пожалуйста, чтобы нормализовать все ваши дела, включая те, которые вы мне описали в письме, вам рекомендуется ближайший день рождения провести в столице Монголии, в Улан-Баторе. Это особенно важно, учитывая, что в ближайшем соляре у уважаемой Азияш четыре планеты ветроградны, при том, что аналогичные планеты натальные карты не таковы. То есть Сатурн, Уран, Нептон, Плутон в течение года могут как-то иметь к вам претензии, но Уран не будет благодаря вашему участию в вебинарах, но остальные планеты остаются. Поэтому надо планировать очередной день рождения в Улан-Баторе. Соляр включается 30 сентября в 11 часов 51 минуту, почти ровно в полдень. Вам надо быть в самом центре, можно в историческом центре Улан-Батора, гулять по центру, полдень, только не забудьте, что это 30 сентября, и у вас включится прекрасный соляр, уважаемый Азияш. Надеюсь, что с Улан-Батором проект осуществим, и, конечно, я буду ждать с нетерпением нашей очередной с вами встречи на вебинарах. Субтитры создавал DimaTorzok